Сегодня утром мне поступили печальные новости. Магомед Зайналов упал с 10 этажа и сейчас находится в реанимации. Вчера сеть облетела ужасная новость. Эксцентричный боец хардкора и любимец публики, Магомед Зайналов упал с 10 этажа и каким-то чудом остался жив. Согласно источникам, Веном пытался спасти своего кота, который выскочил на балкон и взобрался на водосток. Потянувшись за питомцем, он не удержался и упал с высоты 10 этажа. Спортсмена спасло то, что он приземлился на припаркованное рядом с домом авто у пострадавшего переломы ног и таза. Сразу после падения он пребывал в сознании. Боец был экстренно доставлен в реанимацию. На текущий момент врачи оценивают состояние пациента как стабильное. Одним из первых новость о трагедии сообщил Эдуард Кузьминов, с которым у них должен был состояться поединок 2 февраля. Сегодня утром мне поступили печальные новости. Магомед Зайналов упал с 10 этажа и сейчас находится в реанимации. У нас должен был 2 февраля проходить бой. Я молился, чтобы я выиграл в этом бою. Теперь я понимаю, что еще пофиг на все эти бои. И хочу помолиться за Венума, чтобы у него было все хорошо, чтобы он восстановился. И вас прошу тоже, чтобы давайте все помолимся за него. Все в жизни бывает. Жизнь скоротечна. Поэтому дай бог, чтобы все было хорошо у Венума. Многие из звездных бойцов высказали слова поддержки в адрес Зайналова. Алавсет Мамеев. Знаю лично Мухаммада. Добрый, веселый парень. Дай Аллах ему здоровья. Прошу вас, делайте за него дуа. Залимхан Юсупов. Пусть и Вышний исцелит. Делайте дуа за Мухаммада. Володя Ирландец. Видел информацию про Венума. Братец, желаю тебе скорейшего выздоровления. Все будет хорошо. Мы с тобой. Весь Хардкор. Также Сибирь с тобой, братан. Тедди, братуха, я готов спасти этот бой и выйти на замену, дабы твоя подготовка и моральный настрой к этому бою не прошел зря. Хардкор Файтинг. Толя Сульянов. У вас есть номер моего менеджера Тима Мамедова. Звоните. Договаривайтесь. Я готов. Саид Магомед Абдулгазиев. Друзья, мне многие скидывают видео. Там, где наш любимый брат Венум Зайналов, боец Хардкора, упал с 10 этажа. Слава Аллаху, что он упал в машину, что он остался жив. Он очень, как мы знаем, он очень отзывчивый человек, очень добрый душой. Многие его очень сильно полюбили. Пусть и Ушний Аллах поможет тебе. Дорогие братья и сестры, делайте дуа нашему брату, Венум Зайналову, чтобы у него было все хорошо. И хочу сказать им, родным, по воле Аллаха, все будет хорошо. Что в любое время, от меня есть что-то понадобится, любая финансовая, не финансовая, любая проблема, и я буду рядом. Пусть и Ушний Аллах даст тебе скорейшее выздоровление. И твоим родным, пусть и Ушний Аллах поможет на счет забора. Что, иншаллах, все будет хорошо. Сделайте дуа за нашего брата Венума. Эмиль Бахшиев. Всем привет, ребят. Всем ас-салам алейкум. Я думаю, уже все знают новость про Венума. То, что он выпал из окна. Не знаю, из-за чего он, на какой причине. Не важно. Это абсолютно важно то, что сейчас за него, насколько я знаю, борется в реанимации, за его жизнь. Вот. И я, как человек, который был тоже совсем недавно в реанимации, и который, по сути, не должен был дожить до утра, хочу попросить вас, просто помолитесь за него. Сделайте два. Это касается, во-первых, вратьев-мусульман, в первую очередь. Сделайте за него два и два. А во-вторых, ладно, просто реально этот кружочек есть для того, чтобы за меня помолились, чтобы все было хорошо. Мне кажется, я как никто другого понимаю. Я очень хотел, чтобы за меня молились, когда я лежал в таком жестве. Анатолий Надратовский. Друзья, всем привет. Все сегодня знают, да, слышали новость о Венуме Магомеде Зайналове, что случилось у него несчастье, да, он упал с 10-го этажа. Поэтому, братский, мы с тобой, мы рядом, семья Хардкора всегда будет с тобой. Что бы ни случилось, мы поддерживаем. Какие бы между нами конфликты не были, мы всегда были в хорошем и остаемся в хороших отношениях. И как бы ни было... Здоровья тебе, брат, и твоей семье терпения. Надеюсь, все будет нормально со здоровьем. Мы верим, что ты восстановишься, что ты вернешься еще сильнее. И мы рядом на связи всегда. Давай, дружище, поправляйся. Артур Кулинский. Всех приветствую. Видели, что с Магомедом Веновым Зайналовым произошло. Очень жалко пацана. Хороший парень. Увидел видео в интернете. Я услышал это, как в первый день случилось. Но сейчас увидел видео. И прям... Показатель духа. Какой пацан сильный. Что организм его не сдался. Он не сдался. Сидя на асфальте, он все равно был в разуме, в рассудке. Чувствую всю эту боль. Нужно молиться за него. Молитесь кому. Его судьба не безразлична. Родным и близким только здоровье. Очень жалко пацана. Дай бог скорейшего восстановления. Шамиль Рамазанов. Мага, очень рад твоей новости, что с тобой все в порядке после чудовищного падения. Но хочу тебе сказать, братуха, будь осторожный. И только ты мог хайпануть на том, что упал с 10 этажа. Это что-то нечто. И слава богу, что все обошлось и с тобой все хорошо. Мухаммад Хайбати. Вену, выздоравливайся. Поскорее. Надеюсь, что у тебя все будет хорошо. И что у тебя ничего не случилось. Ты прикольный пацан. Очень интересный боец. Всегда все любят смотреть на тебя. Поскорее выздоравливаешь и вернешься сильнее. И что и больше такого не было в тебе в жизни. И многие другие. Венум, пусть тебя еще не исцелит тебя наилучшим образом, братский. Да, ладно. Венум, братское сердце. Мы топим за тебя. Мы все сопереживаем к тому, что случилось с тобой. Мы все рядом. Мы все с тобой хардкор, одна большая семья. Братский, потрапляйся и возвращайся быстрее в нашу большую дружную семью. Мага, знаю тебя больше 10 лет. Знаю, как ты всегда борешься за первое место. Уверен, что в этой борьбе ты тоже победишь здоровье. Возвращайся. Венум, богатый. Там здесь многое поменялось. Теперь я в роли ведущего. Выздоравливаю. Анатолий, здесь рядом. Журам, тебе здоровья. Крепкого. Все рядом. Венум, тебе здоровья. Возвращайся скорее. Братские круги. Без тебя совсем скучно. Слава, молодой. Венум, не сдавайся. Мы рядом. Венум, сила тебе крепкого здоровья. Скажешь восстановление. Венум, приходи к себе, родной. Да, влах, тебе силы и здоровья. Венум, ждем тебя на хардкоре. С новыми победами. Восстанавливайся. Ты нам нужен. Ну и что стало для меня некой неожиданностью? Это реакция Макса Дивнича. Я видел, он давно поливает меня грязью. А я просто пожелаю ему здоровья. Глава хардкор-медиа Анатолий Сульянов заявил о том, что Лига взяла на себя все финансовые затраты и отдельно высказался по поводу случившейся трагедии. Друзья, в данный момент у нас происходят съемки Хардконференс. Конечно же, мы видим и слышим каждого из вас. Мы читаем ваши комментарии. И мы прекрасно осведомлены о том, что случилось с Магомедом Венумом Зайналу. Еще с ночи. Лига хардкор, менеджмент спортсмена находится на постоянной связи с его семьей. Вся необходимая врачебная и финансовая помощь Магомеду уже оказана. Спасибо вам за теплые слова, вашей поддержки, за Магомеда, за его здоровье. Нам остается только молиться, потому что все то, что зависело от нас, мы честно уже сделали. Спасибо, что в эти сложные моменты вы, наша большая семья, наша большая команда Хардкора, остаетесь с нами, с нашими спортсменами. И я желаю только сил Магомеду, его семье, а мы, конечно же, вместе с вами, люди Хардкора, всегда будем рядом с Магомедом Зайналовым, с его семьей, как и всегда. Мы Хардкор, и мы своих не бросаем. На сегодняшний день Веном, уже перейдя в палату, вышел на связь. Ассаламу алейкум, всех приветствую. Хвала Всевышнему, я сегодня жив. Все все видели, я просто хочу сказать слова благодарности каждому из вас, кто поддерживает словом и делом. Вы не представляете, как мне приятно. Как станет чуть лучше, я выйду с вами на связь и все расскажу. Еще раз спасибо вам. Жуткие кадры последствий инцидента оставлю по ссылке в описании. Можете глянуть, кому интересно. Присоединяясь к вышесказанным словам, хочу добавить, что Венома, вносящего в индустрию свой неповторимый колорит, будет точно не хватать. Предлагая хотя бы временно отбросить догадки из разряда был под наркотой, попытки суицида и прочее, а пожелать ему скорейшего выздоровления. Пишите ваше мнение в комментариях, не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в низшей ММА. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok